Величайшему. Тема Холокоста становится все более и более актуальной. Казалось бы, 60 лет прошло с того момента, когда в Европе наступил мир, в мире наступил мир уже 2 сентября, а мира нет, мира нет. И весь 20 век человечество не смогло ответить на эти вопросы, на вопросы вызова. У нас в России сегодня, не побоюсь, здесь не стоит ничего преувеличивать, потому что проблема национального сожительства, вот такого этнического общежития, она выходит на лидирующие позиции. Конечно, есть фундамент этих проблем, но проявляется-то все именно в этом. Поэтому отрадно, что вот у нас в городе, в республике, а мы постараемся, чтобы, например, учителя истории республики обязательно здесь побывали. У них проходят курсы повышения квалификации. Вот, открылся вот такой центр, и он действительно должен стать таковым центром. Это хорошие слова, информационный центр по Холокосту, антисемитизму и ксенофобии. Вот, я думаю, что вы пришли сюда для того, чтобы обратиться к истории Холокоста, потому что без истории вопроса непонятно, непонятно, почему история родила такое явление, как Холокост. И, в общем-то, история нам нужна в первую очередь как самопознание. Ребята, надо себе ответить на очень многие вопросы. Не просто, вот, понимаете, это проблема информации, скажем, вот клокад достаточно емкой информации, свыше 6 миллионов погибших людей в Холокосте. И эта девочка на переднем плане как символ несостоявшейся жизни. Сколько там среди этих 6 миллионов погибло от талантливых людей, ученых, художников, артистов, музыкантов. Этой информацией уже никто не владеет. С другой стороны, вот, даже в небольшой речи Димы, вот, я стоял и думал, что ситуация такова, что, ну, буквально вот каждая фраза вот вызывает сегодня дискуссию в нашем обществе. Первый вопрос, это вопрос, который каждый должен задать себе, вопрос о претензии Холокоста на исключительность. Вот, это было только такое явление в истории человечества. Я должен сказать, что критики Холокоста, одно из главных своих критических стрел, подвергают сомнению эту цифру. Цифра, они говорят, гораздо, так сказать, преувеличена. И вообще, это такой, немножечко, как сказал один польский профессор, недавно бывший у нас в городе, это немножечко голливудская история. Для того, чтобы выжимать слезу у зрителей, у молодежи, да, вот, я должен сказать, что, вот, во всем нужен научный подход. Вот, и в этой цифре тоже. Евреи до войны составляли примерно 18 миллионов человек в мире. Причем одной из самых еврейских стран был СССР. СССР, если сегодня по последней переписи населения, весьма условной переписи, где исчезла графа в паспорте, где не государство присваивало вам национальность, как раньше, а человек должен был сам признаться, что он тот. Были случаи, когда губернатор Архангельской области Ефремов записался помором. Ну, он так себя ощущает. Так вот, 260 тысяч человек признались в том, что они считают себя евреями. А до войны, до войны это было более 4 миллионов человек. То есть, в общем-то, Россия 100 лет назад была абсолютно самой еврейской страной, свыше 5 миллионов, еще не было, еще до первой эмиграции в США. Ну, и после Второй мировой войны, вот ученые считают, что еврейское население мира где-то составляло чуть более 10 миллионов человек. Вот эта цифра так и родилась. Вот. Я должен сказать, что мне посчастливилось учиться два года назад в центре Яд-Вашан. Вы, наверное, знаете, в Иерусалиме есть такой отличный с точки зрения науки, с точки зрения эстетики, с точки зрения эмоционального оформления, я бы так сказал, институт Холокоста. Иерусалим — это 30 холмов. И вот один из холмов полностью занимает институт Яд-Вашан. Как переводится это слово? Это слово переводится как «имя и память». Имя и память. То есть, человек — это имя и память. Это слова библейские. Вот. Когда я там учился, в институте Яд-Вашан шла реконструкция. И вот в июле этого лета, уже ушедшего я, встречался с Эритой Абрамской. Это один из крупнейших знатоков Холокоста, ученая израильская. Она говорит, что реконструкция закончена, что Яд-Вашан сейчас не узнать. Ну и нас обнадежили, что в марте месяце мы опять... Те, кто проходил обучение в Яд-Вашан, опять поедут в Яд-Вашан. Так вот, есть там такой зал памяти. Им руководит очень интересный историк из Риги, живущий ныне в Израиле, Арон Шнейер. Это колоссальные такие сейфы архивного характера, где хранятся анкеты погибших людей в Холокосте. Я, конечно, совершенно об этом не знал, о том, что идет сбор этих анкет. И сейчас уже собрано около 4 миллионов анкет. Как только я вернулся в Петрозаводск, мой отец лично заполнил 24 анкеты. То есть, не вставая со стула, так сказать, по памяти, это его отец, это его бабушка, это его тети, дяди, двоюродные братья. Дальше он не брал. Только, ну, то, что называется ближний круг. К сожалению, мамы уже не было в живых. Я по памяти ее рассказов составлял тоже эти анкеты, выслал их туда. У нас набралось около 40 анкет. Это вот я вам хочу показать на примере своем. Вот только ниточку дернули, очень относительно неполную. Потому что, к сожалению, уже все по памяти. Это сейчас мне уже привезли пленку из того местечка, где была расстреляна моя прабабушка во рву. Тоже враг Рейха. Она отказалась эвакуироваться, ей было за 70. Вот мать моего деда. Сейчас там тоже на Украине приведено в порядок, есть памятничек. И в этом рву растет одинокая груша. Вы знаете, фильм «На 10 минут» мне привез мой товарищ, художник журнала «Север» Виталий Наконичный. Но вот когда у меня определенное состояние, я ставлю на видео этот фильм, 10-минутный, где вот процедатель этого колхоза рассказывает Виталию, вот тут, вот 180 человек в этом рву, вот они в этом Доме культуры несколько дней находились. И тишина. Вы знаете, где-то несколько минут просто камера панорамирует вот этот ров и груша. Я не знаю, Феллини и прочие выдающиеся кинорежиссеры, наверное, много бы заплатили за этот вот кинокадр. Хотя я полагаю, что на Украине таких рвов, в Беларуси, в России, по всей Европе, вот Дима, кстати, правильно абсолютно говорил, где эти лагеря были. А там, где действительно для них была среда, я бы так сказал, где вот определенные исторические условия сложились. Поэтому, в принципе, когда у вас будут дискуссии о цифре, мне кажется, что она больше. Вот, мне кажется, потому что, знаете, когда ощущаешь сам, вот на своей судьбе, да, и, конечно, глядя на этот ров с грушей, понимаешь, что, в принципе, жизнь твоя состоялась случайно. Потому что, в принципе, мы тоже должны были там находиться, и сколько вот не родилось людей, да, вот от этих людей. Вот. Поэтому, конечно, Холокостом заниматься спокойно, изучением Холокоста, вот просто как какая-то тема. Второй мировой войны, скажем, нельзя. Потому что она требует особого эмоционального состояния человека. Надо ответить на очень многие вопросы себе, почему это произошло, почему это было допущено. Возникает всегда в дискуссиях с критиками Холокоста вопрос, а почему именно Юлия? Я всегда, когда говорю с учителями, в общем-то, стараюсь подчеркнуть мысль о том, что если вы не готовы говорить об этой проблеме серьезно, подготовленно, эта проблема требует, ну, вы знаете, очень серьезной подготовленности. Если вы услышите от своих учеников фразу «так им и надо», что вполне, кстати, вероятно, вы можете посмотреть на эти стады. Там могут сидеть их дети, там могут сидеть сами ребята, которые проходят подготовку в летних лагерях националистических, ультра-националистических, фашистских организаций, попросту говоря, которые всплыли у нас вот на войне, на волне неподготовленной свободы. Вот. Если вы не готовы говорить об этом серьезно, если вы можете потерпеть поражение в дискуссии, лучше вообще не надо. Эта тема требует вот серьезной подготовки. Вот здесь есть замечательные книги. Вот, вы знаете, я тоже, у меня 7 томов этих книг есть, я тоже закончил открытый университет, вот, и у меня сейчас от очень активного преподавателя университета, вот Юрий Владимирович Суворов, который ведет новейшую историю, активно эти книги использовал. Вот. В этих книгах Дана Михмана даны истоки Холокоста. Первый том, например, посвящен 19 веку. Почему? Да потому что, конечно, Холокост не родился на пустом месте. Надо обратиться к истокам антисемитизма вообще, к его корням, к его политическим, экономическим причинам, религиозным. Вот. И, конечно, Холокост, может быть, был вот таким всплеском, ну, перебродивший вот этой нерешенной проблемой. Критики Холокоста обычно задают такие вопросы, я не боюсь их разлучивать. А почему антисемитизм есть там, где есть евреи? Вот. Практически, антисемитизм есть и в Соединенных Штатах Америки. Антисемитизм есть во Франции очень сильный, кстати. Вот. Ну, может быть, есть страны, где сейчас антисемитизм паутих. Вот. Но он есть. Ну, вот. Конечно, здесь антисемит, ученый какой-нибудь, типа вот Юрия Мухина, уже четыре тома его книг, изданных массовым тиражом, лежат на прилавках интеллигентнейших магазинов Санкт-Петербурга, в том числе и дома книги. Вот это вызывает омерзение, конечно. Особенно его книга, где он проповедует идею, и только не падайте со стульев, связи еврейства и фашизма. Вот. Да, в принципе, знаете, бумага все стерпит. Бумага все стерпит, и история – это действительно тот кубик Рубика, который можно вот так вот ворочать, и все сойдется. Потому что, к сожалению, вот такие интерпретаторы, в кавычках, версификаторы, они могут отравить очень много людей, очень много людей. Вот. Истоки антисемитизма вообще, истоки антисемитизма, они тоже не должны быть узкой этнической проблемой. Потому что, в принципе, вот я хочу подчеркнуть эту мысль, что проблема Холокоста – это проблема не еврейская. Вернее, не только еврейская, так бы я бы сказал. Конечно, погибли евреи, вот. Но это проблема общечеловеческая. Это проблема вопроса гуманности. Это проблема вообще, что такое человек. Вот вы знаете, очень мною уважаемый русский писатель Варлам Шаламов в свое время сказал, что история человечества делится на два периода. До Освенцима и Колымы, и после. Понимаете, вот это Варлам Шаламов, это Колымские рассказы, это, к сожалению, Солженицын вот у нас больше как-то, извините за выражение, раскручен, да? А вот Варлама Шаламова читают меньше. А уж если говорить о литературном мастерстве, то Солженицын сделал свое полезное дело, но это скорее публицист все-таки. А вот Варлам Шаламов, это очень крупный русский писатель, который, я думаю, он еще дойдет. Так вот, у него есть такая фраза, формула мировой истории. До Освенцима и Колымы, и после. Я думаю, что действительно 20 век, это своеобразный вызов к человечеству. Сохранит ли человек в себе человеческое? Я убежден, и с годами прикажу больше и больше к мысли, что человек далеко не самое прекрасное творение природы. Думаю, что действительно в людях априорно есть много того, что должно держаться в рамках каких-то тормозов духовных, ну, я бы сказал, так сказать, каких-то рамок. Вот, иначе нам всем угрожает проблема, то, что в науке называется дегуманизация, то есть расчеловечия. И я думаю, что Холокост, это своеобразный лакмус, это проверка, если человек неравнодушен к этой проблеме, если человек действительно понимает, хочет понять, что произошло, это, конечно, показатель того, что в его душе есть ростки неравнодушия, есть ростки, так сказать, вот такого человеческого, устоявшегося. Есть и такая позиция, ну что, ну был Холокост, ну сколько можно? Все уже сказано, да, все уже сказано, но рождается каждое поколение, и как сказал философ, все уже сказано, но не всеми. Каждый человек должен себе произнести эти слова. Ну и еще одна позиция, она бывает, к сожалению, весьма активной по отношению к Холокосту, это вот неприятие Холокоста. Есть еще такие, я бы сказал, ну что ли, около ученые идеи. Обычно, кстати, их озвучивают люди, которые занимаются проблемами этногеноцида. Ну вот, например, мне пришлось в свое время на одном из семинаров по Холокосту дискутировать с представителями армянской диаспоры. Они обычно немножко так обижаются, в полном смысле этого слова. Вот почему вы так вот себя вот, ну, позиционируете как что-то исключительное. А вот армянская резня в 15-м году в Турции, вы знаете, было более миллиона действительно вырезано, там же была совершенно другая проблематика. Да, люди погибли, и надо тоже зажигать свечи в эти дни гибели армянского народа. Но ведь шла мировая война, Первая мировая война. И там, в общем-то, произошла такая, я бы сказал, политическая провокация, очень такая одномоментная. Вот, Россия там немаловажную роль сыграла, ибо турки, мусульмане, фанатики, я имею в виду, вырезали армян как христиан. Как христиан, вот. Поэтому, конечно, и сейчас в Турции живет немало армян. И всегда они там никогда и не покидали этот район. Вот, там была немножечко другая ситуация. В 20-м веке таких примеров немало, я не хочу вас утомлять. Вот, но Холокост все-таки, при всем при том, имеет право занимать исключительное положение. Во-первых, по масштабам событий. Масштабы не сравнимы. Вот, в июле у меня был диспут с одним человеком, который занимается историей Холокоста. Он рассказал, вот, Максим был свидетелем на том семинаре в Москве, такую историю, что в Соль, в Ичерготске, на севере России, идет колонна матерей и детей, и матери пытаются выбросить своих детей во дворы живущих там людей. И он задает вопрос, такую, ну, что ли, проблему, кто это был? Вот, отгадайте, кто это был? Идет колонна женщин с детьми, и матери стараются выкинуть во двор, что может кто-то приютит, может кто-то... И потом отвечает, а это были немцы. Российские немцы, которые, естественно, в 41-м году все в основном были, так сказать, арестованы, пошли тоже в лагеря. Тоже вариант геноцида, безусловно. Вот, их вина заключалась в том, что они были немцы. Немцы в России жили чуть ли не изначально на этой восточно-европейской равнине, германские племена контактировали. И славяне всегда пришли в 5-м веке. Вот. Немцы, кстати, очень хорошо служили России. Николай I по этому поводу говорил так, что русские служат России, а немцы лично мне. Вот. Так возьмите вы русских царей, в них, по-моему, так сказать, русской крови практически ни одной капли уже к 20-му веку не было. Кто такой Николай II? Сын Алисы Гессенской, да? Извините, сын датской принцессы Дагмары, вот. Ну и Александра III. А сам он женился уже на Алисе Гессенской, и, так сказать, все это понятно. Вот. То же самое, можно сказать, в отношении финнов и гермаланцев. Так давайте тогда, так сказать, до Петра I дойдем. Как карелы оказались в Тверской губернии? Так Петр проводил геноцид. Он выселял их из территории современного Санкт-Петербурга. Но я хочу сказать, что в отношении Холокоста подобного рода сравнения, когда люди начинают сравнивать. А посмотрите, вот тоже ведь было. Ужасно было. Ужасно. Я хочу сказать вам, молодые люди, что не по масштабам подобного явления, по размерам, не по времени уничтожения. Все-таки, ну, если даже, хорошо, если даже фашисты начали кровавые расправы, ну, не сразу с 1933 года, ну, давайте считать с 1935. Но это все равно 10 лет резни. 10 лет бойни, вот эти вот, посмотрите, груды тел, да, вот 10 лет. Ну, какая еще может сравниться в истории эпоха по масштабам? Вот. Я думаю, что исключительность Холокоста, она не выпячивает эту проблему, контрастируя с другими. Нет. Это проблема человеческая. Но я хочу сказать, что все-таки любые сопоставления здесь опасны. Потому что можно, ну, как бы не понять все-таки масштабов. Посмотрите на карту, на карту, вот, которая там в начале экспозиции. Прикиньте, какая это территория. Ну, какой тут может сравниться, я не знаю, даже Колома. Даже, даже Колома. Это, конечно, огромный по территории край, но все-таки.